Доброго дня! С вами канал Процветок и травница-провизор Ольга Спиридонова. Сегодня я хочу рассказать вам о растении, семена, саженцы которого вы не купите на канале Процветок. Но тем не менее, это уникальное растение, даёт здоровье тысячам и тысячам и миллионам людей, многим поколениям наших предков. Я считаю его растением, которое должно быть в каждом доме. Чай из этого растения способен избавить практически от всех болезней, если правильно его принимать. Сегодня мы расскажем о том, какую пользу несёт это растение и как этот волшебный чай сделать. Итак, Иван-чай. Кипрей, узколистный, его по-разному называют. Почему именно Иван-чай? Наверное, потому что всегда это растение росло на территории славянских стран, преимущественно там, где прохладно, севернее. И именно он, считается, давал силу, давал крепость именно людям славянской национальности. Почему? Исследователи из новосибирских институтов разбирали химический состав Иван-чая и по разным данным определили, что в нём содержится от 61 до 70 полезных веществ. Практически все микроэлементы, две трети таблицы Менделеева, витамины. Причём в таком сочетании, которое очень похоже на состав крови человека. Про Иван-чай можно рассказывать целые оды, по нему написано много диссертаций. У нас, к сожалению, времени не так уж и много, поэтому я расскажу вам самое основное. Что делает Иван-чай? Он укрепляет иммунитет, он омолаживает организм и очищает его от шлаков. Вот этих вот три момента достаточно для того, чтобы любить Иван-чай, для того, чтобы его постоянно использовать в своей повседневности. Насчёт того, что Иван-чай очищает организм от шлаков, не только написано в каких-то трудах, но и у меня есть очень такой богатый практический опыт. Когда я часто езжу на всякие международные конференции, конгрессы, посвящённые травничеству, нетрадиционной медицине, выступаю на них. И часто на таких мероприятиях встречаются старые соученики, уже реально старые, которые вместе учились ещё в Советском Союзе, сейчас разъехались по странам. Разумеется, встреча – это банкет. И вот как-то один профессор, набанкетившись, утром обнаружил, что ему надо выступать, а голова тяжёлая, а ему плохо. А у меня с собой был крепкий заваренный Иван-чай. Я дала ему чашку горячего Иван-чая, разведённого молоком, с ложкой мёда, и через 30 минут он прибежал ко мне обниматься, целоваться. У меня голова просветлела, мне стало хорошо. Похмелье сняло как рукой. Не только похмелье, пищевые интоксикации, интоксикации после затяжных болезней, интоксикации после жизни в городе, в промышленных неблагополучных зонах – всё это снимает наш любимый Иван-чай. Что в нём является сырьём? Сырьём в Иван-чае является всё. От кончика корня до самого кончика цветочков. В войну люди собирали корневище Иван-чай, у него длинные, ползучие, до метра корневища, и сушили, мололи на муку, добавляли её к хлебу, выживали этим. Его можно просто поджаривать на масле и употреблять в пищу. Он тоже оказывает очень мощное и укрепляющее антиоксидантное действие. Но в основном мы привыкли к тому, что ферментированный чёрный Иван-чай мы получаем из листочков и цветочков. Мы собираем Иван-чай когда? Конец июня, начало июля, до середины июля. Вот такие вот собираем цветочки. И что мы делаем? И мы с него снимаем вот так вот листочки, и вот так вот снимаем цветочки. Вот эти вот уже соспевшие колосики мы не собираем, потому что они будут давать пух. Что мы можем дальше делать? Мы можем просто сушить это сырьё и получать из него довольно-таки целебный, но не очень ярко выраженного вкуса и пользы чай. А можем его проферментировать. И таким образом убрать хоть и минимальное количество, но пиролизидиновых алкалоидов, которые там содержатся. И тем не менее оттуда дубильные вещества извлечь из клеточки, которые будут составлять основу нашего с вами крепкого, вкусного, полезного Иван-чая. Как это сделать и какую пользу от него мы получим, сейчас я вам расскажу. Чем так волшебен Иван-чай? Почему столько лет и даже столетий он является основным напитком славян и считается символом нашего здоровья, нашей стойкости, нашей крепости? Может быть, это какие-то сказки, так же, как про жар птицы или про колобка? Нет, оказывается, не сказки. Иван-чай был глубоко уважаем и изучаем и в древние времена, и в современности. А считается, что выпитый на ночь стакан Иван-чая, настой Иван-чая теплого, можно с медом, можно с земляничным вареньем, останавливает процессы старения в организме. Когда мы ложимся спать, мы погружаемся в так называемый анабиоз, и организм меньше старится. Именно после приема Иван-чая. Сказки – это не сказки, каждый может опробовать на себе. Я регулярно употребляю Иван-чай, и несмотря на то, что мне уже глубоко шестой десяток, я считаю, что во многом мое здоровье, моя жизнерадостность, моя энергичность связаны именно с употреблением этого волшебного напитка. В годы Великой Отечественной войны, когда блокада Ленинграда проводилась, часть танковых колонн Гитлер бросил на малозаметное село Копорье, которое находилось под Ленинградом, и в котором еще 300 лет назад монахи в монастыре ферментировали Иван-чай и продавали этот Иван-чай по всему миру. А в советские времена там была научно-исследовательская лаборатория, в которой Сталин велел открыть секреты Иван-чая и для того, чтобы советских людей сделать крепкими, здоровыми и, по возможности, бессмертными. Наверное, дыма без огня не бывает. Наверное, действительно что-то в этом есть. Что мы можем со всеми этими знаниями сделать? Проферментировать Иван-чай, собранный нами, и попробовать использовать его для своего здоровья. Молодым, пожилым, детям, взрослым, мужчинам, женщинам. Как мы это сделаем? Методов ферментации Иван-чая существует огромное количество, так же, как существует огромное количество рецептов борща или блинов. У каждой хозяйки, которая заготавливает Иван-чай, наверное, есть свой любимый метод. Но в чем основная цель ферментации? Во-первых, хоть и в минимальных количествах в Иван-чае содержатся пиролизидиновые алкалоиды. И в процессе ферментации они разрушаются. То есть мы даже малейший намек на токсины из Иван-чая убираем. Во-вторых, в процессе ферментации выходят в настой, в отвар, раскрываются дубильные вещества, которые дают нашему чаю такую прекрасную темно-коричневую окраску. Более высокомолекулярные вещества также разрушаются, давая своеобразный аромат. Если настой зеленых листочков Иван-чая блеклый, бесцветный, скажем так, особого вкуса запаха никакого не имеет, то вот именно ферментированный Иван-чай дает очень такой насыщенный, ярко-коричневый отвар с цикориево-фруктово-кофейными нотками, как принято говорить. Я как химик могу сказать, что это аромат уксусного альдегида или, как мы его называем, аромат мерзлых яблок. Вот этот аромат Иван-чая. Итак, что мы делаем для того, чтобы его проферментировать? Прежде всего нужно разрушить клетку стеночную, растительную клетку, чтобы выпустить из нее сок. Как это делается? У кого рядом есть мужчина с крепкими руками, мужскими, может вручную листочки Иван-чая потереть. У кого-то есть доски, сейчас есть различные приспособления. У кого-то есть скалки, которые выкатывают листья Иван-чая. Я пользуюсь, опять-таки, своим любимым холодовым методом, потому что я 30-40 литров Иван-чая ферментирую за лето. И это время, у меня есть свой, что называется, уже такой регламент, да, процесс. Я собираю листочки Иван-чая, упаковываю их в пластиковые пакеты и убираю в морозилку. Через сутки-двое я их достаю, и мы их сейчас с вами проферментируем. И вот наши листочки сутки-двое промерзли в морозилке, мы их из морозилочки достаем. И вот листочки Иван-чая мы с вами будем измельчать при помощи мясорубки. Очень хорошей, надежной, крепкой мясорубки с наточенными ножами, чтобы не угробить ее, потому что все-таки это жилки, это растения. И после того, как мы их измельчим, начнется самое волшебство, про которое я вам также сейчас расскажу. Смотрите, мы с вами измельчили Иван-чай. Что мы делаем дальше? А дальше начинается творчество и волшебство. Мы можем также, как и остальные ферментированные чаи, убрать его в пакетик или в баночку стеклянную и поставить в теплое место на 25-27 градусов, 6-8 часов, пока он не покоричневеет, и не появится вот этот аромат мерзлых яблок, который дает уксусный альдегид. Вот ферментированный наш Иван-чай сушится на подносах. Ферментированные препараты уже не боятся солнечного света, им очень нужно тепло. И для этого мы их ставим на какое-то солнечное место. Это может быть солнечная веранда, солнечный проветриваемый подоконник, или вот как у меня крыша сарая. Здесь наш чай высохнет до вечера. Обычно на солнышке и на ветерке он сохнет за 8-10 часов. И после чего мы его всыпаем в баночки. А можем почувствовать себя волшебницами. Мы можем опырскать слегка вот этот вот ферментированный травяной состав медовой водой. Например, из расчета столовая ложка на стакан-полтора воды. Или добавить туда также черносмородинового сока. И тогда Иван-чай будет обладать сладким вкусом. Его можно заваривать и пить неподслащивая. Можно точно так же опырскать из пульверизатора молоком, разведенным пополам с водой. И тогда такой Иван-чай будет помогать при кашле, будет обладать отхаркивающим эффектом. Будет смягчать сухой кашель. А можно после того, как мы его немножечко подсушим, убрать его в печку. У меня вот, например, на летней кухне печка, которую мне сделал муж специально для этого. И когда печка уже протоплена, поставить туда подносы с подсушенным Иван-чаем, как вот мы сушили на сарайчике, да, бросить туда горсть вишневых веточек, сосновых шишек, иголок, травы и закрыть вьюшку, чтобы в печке был дым. Таким образом, подсушенный Иван-чай будет иметь аромат копченого чернослива. Видите, как много секретов мы вам рассказываем на YouTube-канале Про Цветок. А еще больше мы рассказываем в нашей фитошколе Дивея. И оказывается, что это действительно растение чудодейственное, растение бессмертия. Очень вам рекомендую собирать Иван-чай, ферментировать, заваривать. Нет возможности, хотя бы покупайте у надежных поставщиков. И поверьте, вы и ваши родные будете всегда здоровы и счастливы.